Кремлевский дворец Буйнов и другие известные личности Расскажите, как вы относитесь к критике? Она бывает продуктивна? Я очень уважаю критику музыкальную, когда реальные люди разбираются в предмете, о котором они говорят, и готов профессионалов захлеб слушать. Пускай говорят, а я буду делать выводы. У меня нет звезды во лбу с точки зрения, что я знаю все, и мое мнение или моя музыка или моя позиция жизненно неоспорима. Я готов разговаривать всегда, но, конечно же, я уже сложился с точки зрения творчества. Вряд ли буду меняться, но расти буду, и музыкальные критики в этом участвуют. Они штрихуют немножко где-то, даже не штрихуют, рихтуют немножко. Ты обращаешь внимание, ты волен слушать все, а выводы сделаешь свои, что тебе нужно, что не нужно. Поэтому главное, чтобы критика была профессиональной. География ваших выступлений очень обширная. Расскажите, какое самое запоминающееся место было вашего концерта? Камчатка. Камчатка почему? Ну, потому что долететь туда сложно, а места потрясающие, люди замечательные. И я люблю и уважаю все города, каждого зрителя. Но этот каждый зритель, я думаю, с удовольствием сам бы оказался на Камчатке. Я рад, что в силу профессии мне это удалось, посмотреть край нашей страны. Расскажите еще о местах рождения ваших музыкальных детей. Где вы их пишете и как? Песни пишутся везде. Абсолютно везде. Нет никаких критериев, как и когда написать песню. Они живут сами по себе, где-то в воздухе. Я их забираю просто оттуда. В разные периоды своего состояния и настроения. Добрый день, уважаемые зрители фэшн-концерт. Это Денис Майданов. И передаю всем огромный привет. Рад с вами встречаться. Рад с вами видеться. И всегда, когда я пою свои песни для вас, я всегда думаю о том, чтобы вы получали хорошее настроение. Смотрите фэшн-концерт. Не будем расставаться. И пускай будет побольше хороших песен, которые дарят нам хорошее настроение. А расскажите, вы пишете песни с Денисом. Расскажите, как проходит творческий процесс. Ой, это, конечно, было некоторое время назад, когда у нас еще не было двое детей. У меня было больше времени на то, чтобы заниматься именно творческим процессом. Сейчас я больше занимаюсь именно организаторским процессом. То есть всей гастрольной и организаторской деятельностью Дениса. В творчестве я участвую уже постольку-поскольку раньше мы писали много текстов. Действительно, это было очень интересно. Мы садились друг напротив друга в комнате. И в течение нескольких часов просто это шел такой вот батл друг с другом. И так рождались песни, да. Пока репетирую с музыкантами, составляю программу, а как бы с июня начнется уже подготовка вот уже с балетом и со всеми, потому что я даже буду танцевать. А Софи как-то помогает, поддерживает? Конечно, там будет не только Софи. Там будет... Нет, ну будет Валерия, будет Софи, будет Натали, будет Таисия Павали. И так как я скоро открываю свой пройдерский центр новый, да, решил заняться, так как я преподаю в педагогическом институте. И скоро у нас будет сотрудничество с Китаем. Они только что подписали соглашение. То я решил заняться молодыми талантливыми артистами. Нет, я скорее скоро объявлю конкурс на прослушивание. И займусь, я думаю, кто-то из молодых уже артистов, которые, на мой взгляд, не как бы будут считаться перспективными, появятся в моем шоу. Расскажите, как познакомились вы с Денисом Майдановым? Я не помню. Я не помню первую встречу, да. Ну, просто понимаете, когда он уже появился, я один раз услышал ее первый хит и сказал своей жене, вот этот парень будет популярен, да. А она сказала, ну, почему, навряд ли. Я говорю, я чувствую, послушай меня. Ну, так и случилось. Потом мы как-то познакомились. Я вот, знаете, когда уже он по телевизору стал мелькать, а я даже давно мелькаю. И такое ощущение, что друг друга знаем. И мы где-то вот так за кулисами встретились, поздоровались, ну и познакомились. Не помню, когда. Расскажите, вот сегодня такая философская тема. Что для вас самое главное в жизни? Самое главное в жизни? Получить максимальное наслаждение в каждое мгновение этой жизни, не причиняя вреда окружающим девушкам. От чего получаете максимальное удовольствие? Ну, у меня много максимальных удовольствий. Это моя жена, это любовь, это мои дети, это природа. И, конечно, музыка. И я когда сочиняю, я понимаю, что у меня что-то получается. Когда слова как-то складываются, и я понимаю, что вот это действует на меня, а потом будет действовать на миллионы людей. Вот это самое главное. И в этот момент такой драйв идет. Бывает творческая депрессия? А что это такое? Когда хочется все бросить, вы не удовлетворяете, что это получится? Или все нравится? Нет, ну, конечно, я так просто кривляюсь. На самом деле бывает, конечно, что что-то не получается. Но когда что-то не получается, я, знаете, я просто откладываю и жду, пока получится. Это, знаете, у меня был такой момент. Я когда утром вставал, а, мне подарили ружье, вот, для сравнения, яркий пример. Мне подарили ружье, и я со второго этажа моей спальни, да, где-то метров 50 до забора. И я на забор, на гвоздик повесил пробку от шампанского. И думаю, вот каждое утро буду вставать и целиться, буду учиться стрелять, раз ружье подарили. Вот, и думаю, если я сразу попаду, значит, день удался, утро задалось, дышь, мимо. Я говорю, из трех раз, и так далее, из пяти. И вот так вот у меня и с творчеством происходит. Денис, будь счастлив, дорогой. Расскажите, как вы получили свою композицию от Дениса Майданова? Он мне предложил. А дальше? Я ее послушал, она мне понравилась. А дальше? Потом я ее записал в студии и спел. Вот так. Какие эмоции вы вложили в эту песню? Глубокие. Скажите, вы поете о самом главном и важном. Что для вас самое главное в жизни? Когда я смотрю на вас, девчонки, я думаю, самое главное это вы. Самая главная женщина, самая главная... Дети, самая главная семья. На первом месте все-таки. Когда бы меня спросили бы несколько самых важных вещей для меня лично, я всегда на первом месте называю женщины. А потом же женщины. Женщины, мотоциклы, лошади, собаки, карты вино. Но это все потом. Расскажите, можно, как вы познакомились с Денисом Майдановым? Как это случилось? Я вот этого не вспомню наверняка, потому что, как я познакомился с любимой девушкой, я помню, я всех своих любимых девушек помню, как я с ними знакомился. А с Денисом я не помню, как-то случайно. Когда он как-то ворвался в Москву, у него был сольный концерт в Кремле, это несколько лет назад. Так что и он появился, ну где-то, где-то, вот как-то, вот каком-то, может, сборном концерте. А сегодня у него, ну не знаю, великий праздник в его жизни. И он правильно построил концерт, дает, кстати, всем примеры, включая нас, кто постарше, что так и надо сначала гости, а потом сам, типа сольный концерт. Вот, ну, зато он решил проблему, у него собрались очень знатные люди. Ну, это удивительная пара. Одно удовольствие наблюдать за ними, за их детьми. Мы были сейчас на репетиции, в преддверии концерта была одна репетиция, вторая. Я просто сидела в зале и наслаждалась, именно как супруги общаются друг с другом, насколько они дышат любовью и нежностью друг к другу. Их потрясающие дети, у них фантастическая семья, это великое счастье. Я поздравляю Денису, это самый большой подарок небес и судьбы, это его семья. И потом уже его творчество, не менее прекрасное. Что хочется пожелать Денису в первую очередь? Счастья, здоровья, сил душевных, духовных, много правильной жизненной энергии, много вдохновения небес, чтобы он как можно чаще, еще больше, хотя я уже не знаю, куда больше, радовал нас своими новыми творческими успехами и шедеврами. И дарил и нам, артистам, и, конечно, публике, людям как можно больше своих прекрасных песен. Всем известен Денис Майданов как очень серьезный и брутальный человек. А каким вы его знаете? Я его знаю как очень серьезным, очень таким, знаете, как это сказать, вдумчивым и дотошным человеком. Потому что вот даже по подготовке к концерту, я не буду рассказывать всех тайн, но, тем не менее, это не было так, а, да, выступишь, выступишь. Это все было очень скрупулезно, очень точно, очень вот конкретно, детально. И это, на самом деле, здорово, потому что из мелочей состоит наша жизнь, и тем более артистов. Если не будешь уделять внимание мелочам, то, наверное, мало что получится в жизни. Но у него это получается, я могу только у него поучиться этому. В чем, на ваш взгляд, изюминка творчества Дениса Майданова? Мне кажется, такая брутальность, искренность, мужественность какая-то, наверное. Ну, вот, наверное, так. С вами была Катерина Цыганкова, креативное издание Fashion Concert. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните о том, что вечная любовь существует. Продолжение следует...